Мы буквально созванивались, разговаривали по телефону. Вчера говорих по телефону. Как зовут брат? Брат представился Сонер. Брат се казва Сонер. Из Беларуси. От Беларуси. Я подумал, интересное имя такое. В принципе, на кораблях, на подводных лодках устанавливают такие специальные Сонеры. На подводницах устанавливают специальные Сонеры. Которые отвечают за эхолокацию специальным ультразвуком, как бы так, зондируют пространство. Которые тут говорят за эхолокацию со специальным ультразвук. Думаю, наверное, Сонер должен хорошо слышать голос Божий. Значит, той бы требовало дослушать, до чего голоса на Бога много добрее. Сонер, ты не хотел бы хотя бы пару слов выйти сказать? Кто ты? Давайте поприветствуем, брат. Спасибо большое, пастор, за интересное представление. Благодаря на пастору за интересное представление на мене. Там на подводных лодках Сонары ставят. На подводных сетях Сонары. Мне очень нравится думать, что я должен так хорошо слышать голос Божий. Ну, как вам нравится эта мысль, что так как добрее требует дослушать, до чего голоса на Бога. Это вот похоже, действительно, на мои желания сердца. Особенно слышать Бога и ориентироваться в пространстве. Пару слов обо мне, нас, получается, мы приехали с моей женой Алой. Моя жена Алла и аз дойдохме тук, от Беларус. У нас здесь, ну, у меня здесь большая часть моей семьи, здесь живет отец. Ну, бабушка, в общем, родственники здесь. Много родственников в Проваде, недалеко от вас. В Проваде много близду варно. Я бывал в Болгарии часто, то есть это не первый раз здесь. Ходил сам так много часто, не за первый раз. Последние восемь лет я тут бываю хотя бы раз в год, раз в два года, приезжаю на какое-то время. В Беларуси мы, ну, служим в своей поместной церкви. В Беларуси служим в нашей церкви. Я музыкант. Я сам музыкант. Играю, с детства играю на скрипке. И на ударных инструментах в церкви, в группе прославления. И все, что на ударных инструментах. Вот, так же недавно я закончил христиански колледж. Наскоро завърша и христиански колледж. И мне присвоили степень бакалавра. Имам степень бакалавра. Искусство церковной музыки. Искусството на церковната музыка. Вот, но на самом деле просто я люблю узнавать много нового. Много обичам да опознавам нови неща. Да се за да обучавам. Ну, углублятся в веру. В вярата. Узнавать больше об окружающих. Да научавам много неща. Об окружающих мире, да, церкви. Вот. Ну, мы здесь с женой будем какое-то еще время. Я думаю, несколько месяцев. Может быть, несколько месяцев, что будем в Булгарии. Поэтому мы здесь точно не последний раз. Приятно видеть, ну вот, родную церковь здесь. Много приятно да видим родную церковь. Ощущение, что мы где-то там две тысячи километров от дома. Такие же братья и сестры, как в Беларуси. Такой же дух Христа внутри. Сос Христос. Очень приятно видеть. Много приятно быть здесь. Приятно быть здесь. Ну, не знаю. Вроде все. Если есть еще вопросы. Твою всечку. Нет, я родился недалеко отсюда, в Стамбуле. Астер Удиху в Стамбул. Да. Хорошо, буду рад поучаствовать. Спасибо. Очень приятно познакомиться с таким благословенным братом. Мы запознаем с той благословенным братом. Ну, сегодня я скажу короткую проповедь. Нечто скажу краткую проповедь. Ну, по крайней мере, я буду очень стараться. Понечто се постараем. Мы знаем, да, болезнь проповедника. Знаем болезнь на проповедниците. Потому что у нас сегодня еще трапеза Господня. Нескайма моей трапеза. Да, еще одно будет небольшое слово. Тема моей проповеди сегодня я продолжаю. Духовная война. Победа на уровне разума. Давайте мы вместе откроем послание Ефесянам. Через это послание я хотел немножко напомнить о прошлой проповеди. И через това послание, что я напомню из миного то проповед. Послание Ефесянам, четвертая глава. С тринадцатого стиха. От тринайзти стих. И так, проектора сегодня нет. Ты будешь читать? Тогда по одному стиху. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа, совершенного в меру полного возраста Христова. Докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в полнолетно мужество, в мярката нараста на Христовата полнота. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинно любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос. Из которого все тело, составляемое и совыкупляемое посредством всяких взаимноскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. От кого-то цялото тяло, сглупявано и свырзано через доставяното от всякий став, според соразмерното действие на всяка една част, изработав растенето на тялото за своето назидание в любовто. Все не буду читать. Двадцатретьи стих. И двадцатретьи стих. Обновиться духом ума вашего. Давайте мы это запомним. Да се обновите в духо на своя ум. И облезься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И да се облечете в новое человек, создаден по образу на Бога в правду и святости на истината. Можем сказать на это аминь? Да кажем аминь на твам. И вы знаете, в этих стихах несколько раз говорится о любви Божьей. И в третьих стихах много путешествовали за любовь-то на Бога. И в прошлый раз я говорил о том, что любовь – это есть что-то основополагающее в войне. И в минале я подказывал, что любовь-то е установна бояна сила во войнато. И делился своими откровениями о том, что ради чего мы воюем. Хороший воин – это тот, который любит. И вы знаете, на самом деле, это очень такая важная истина. Мы не можем освобождать. Мы не можем освободить человека. Пока мы его сильно не полюбим. Не полюбим любовью Иисуса Христа. Потому что в прошлый раз я говорил, что у нас такой любви нет. Наша человеческая любовь очень ограничена. Очень важно просить, чтобы Бог дал пережить свою любовь. И много важно, да молим Бог, да ни даде, да преживеем Неговата любовь. Полюбить во всем сердцем. Да го обичаме с цялото сердце. И потом полюбить ближнего своего, как само себя. И да обичаме ближнего си, как то себе си. И это сверхъестественное переживание. Това е сверхъестественное преживявание. Я называю это особенным состоянием. И это место подтверждало, что мы только истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. И это место подтверждало, че истинная любовь, да по разному, по всичку в Негу, кое-то глава Христос. Что такое истинная любовь? И какво означало истинская любовь? Ну, это истинная любовь, правда? Или истинная любовь. Кто есть истина? И какой есть истина? Слово Божие говорит, что Иисус Христос есть истина. И еще в нем написано, что только Он истинно любит. Аминь или не аминь? Ну, вот я люблю, но не истинно люблю. Моя любовь имеет пределы. Любовь Иисуса Христа, она безгранична. Слово Божие говорит, превосходящее разумение. Любовь Христова. И вот интересно напишу, чтобы вы познали превосходящее разумение Любовь Христова. То есть все-таки познать можно. Можем да познаем тази любовь. Знаете, познать в том плане, что можно знать, слово познать вообще в Библии имеет особое значение. Думаете, да познаем, в Библии има особое значение. Ну, например, написано, и познал Адам и Ева, жену с Иоанна. Например, Адам позна жената с Иоанна. То есть это момент слияния. Когда мы сливаемся с Христом, мы позволяем Его любви течь через нас. Это то, о чем апостол Павел говорил. О чем говорил Павел? Он говорил, я люблю вас любовью Иисуса Христа. Вот это невероятный стих. Апостол Павел не пытался любить свою любовь. Потому что в этом почти нет никакого смысла. Истинное Евангелие, что нам позволено любить любовь Иисуса Христа. И Евангелие доказывает, что позволено не обидеть любовь Иисуса Христа. А значит, Божья любовь. С Божьей это любовь. И еще один момент, который я хочу напомнить. И еще один момент, который я хочу напомнить. С прошлой проповеди. От миновата проповед. Мысль Бога. Мысль на Бог. Господи, научи меня так счислять дни. Господи, научи меня так, да приброявам дните. Чтобы приобрести сердце мудрое. Да. С издобия с мудрое сердце. И я делился этой мыслью о том, что как счислять. Как да приброяваме. И моя основная мысль была, что только тогда, когда мы любим. И основанная мысль была, что только тогда, когда мы любим. Любовью Божьей. С Божьей это любовь. И позволяем Божьей любви течь через нас. Только в этот момент мы проживаем Бога. Бог, который есть сама любовь. Проходит через нашу жизнь. И в этот момент наша жизнь насыщается. И в тот момент наша жизнь становится жизнью с избытком. С прибыток. С избиток. Наша жизнь стала изобилием. В этот момент наша жизнь, она становится настолько богатой. И в тот момент живот не стала толку, а богатой. Мы как бы счисляем жизнь. Мы ей насыщаемся. Она считала, что мы тоже живем. И мы в этот момент понимаем, в чем смысл нашей жизни. И в тот момент разбираем, каков смысл она наше живот. Для чего мы живем? Для какого живем? Бог именно для этого нас создал. Бог создал нас для своей любви. Аминь или не аминь? Поэтому первые две заповеди в Евангелии говорят. Возлюбив Бога всем сердцем. И возлюбив ближнего, как самого себя. Аллилуйя. Пойдемте дальше. Давайте мы откроем второе послание Коринфянам. Второе послание к Коринфянам. Десятая глава. Десятая глава. С третьего стиха. От третий стих. Апостол Павел пишет. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. За что-то, ако и доживеем в плот, по плот не воюваме. Оружие воинствования нашего не плоские, но сильнее Богом. Кем сильнее? Богом. За что-то урожието, с който воюваме не са плотски, но пред Бога са сильнее за собарены на крепости. На разрушение твердынь, и мы ими, что мы ими делаем? Какое правило с урожието? Ими не спровергаем замыслы. И собаримые помыслы. Наша духовная война. Духовная-то не война. Она против замыслов. Часть средств помыслей. У нас не такое оружие, как мечи, автоматы, пулеметы. Мы сильны Богом. И мы призваны владеть духовным оружием. Для того, чтобы не спровергать замыслы. Чьи замыслы? Библия говорит, что замыслы сатаны. Он что-то замыслил. Он приходит к человеку для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он от начала человеку-убийца. Он ненавидит человека. Всякого человека. Он ненавидит лично тебя. И лично меня. Особенно христиан он ненавидит. Особенно мрази христианите. И его задача подойти и обмануть. И задача твоя мое, да дойди и да ты измами. Навязать свою сатанинскую ложь. И да ты убеди в своята лжа. Прошлый раз я говорил, что война закончилась, на самом деле. В преднем подказах, че войната сверши. Иисус уже победил. Иисус вече победи. Но не все об этом знают. Но не всички знают за това. Некоторые головы. Някои глави. Умы человеческие. Умовей на хората. Они дезинформированы. Те са дезинформированы. Вы можете представить, насколько можно жить в состоянии дезинформации? Можете представить, как ты живешь в состоянии дезинформации? И верить в то, что на самом деле сатана есть победитель, правитель века сего? И доверовать, че дьявол и победитель. И что у нас у людей нет никакой надежды. И че хората не имеет никакой надежды. Хороший очень пример, это пример Северной Кореи. Немножко так наблюдая, потому что я сам кореец. В этом году президент Северной Кореи Ким Чен Ын Объявил о том, что в этом году будет страшный голод Северной Кореи. Хотя до жатва еще далеко. Но президент предупреждает, что продуктов не будет. Но президент отказывает, че няма да има достаточно продуктов. Мы знаем, что этот народ Северной Кореи и так, в принципе, голодает. Не знаем, че и те по принципу голодуют. Ну, значит, тот голод, который предстоит, будет еще более такой черный. Значит, то же голод, который предстоит, что будет още пострашен. Эта страна живет, к сожалению, в полной изоляции от всего мира. И даже держава живет изолирована от других стран. Приведу пример. Например. Что на последнем чемпионате мира по футболу. Последний чемпионат СВТ по футболу. Северная Корея объявила, что они заняли первое место. И в Северной Кореи те казват, че заели первое место. И в финале они обыграли, по-моему, Бразилия, сборную Бразилии с каким-то таким счетом, чуть ли не 6-0. И те казват, че Бразилия падала в финале с 0-6. И они стали чемпионами мира. И те станах чемпиони. Еще одна такая новость. В новостях передают о том, что наконец-то космонавты Северной Кореи И все, что в новостях имат, че космонавти на Северной Кореи Долетел до Солнца И в специальном костюме высадился на Солнце И уже вернулся назад И получил звание Героя Герой Северной Кореи Стал национальным героем И когда люди спрашивали, ну как можно так? Ну там же, наверное, очень высокая температура Им сказали, что космонавт садился, когда была ночь И те им казаха, че космонавта ты слезал, когда ты была ночь И это правда? Твоя истина Ну то есть это ихняя правда Твоя тяхнута истина Народ настолько дезинформирован, что они в это верят И народ дает, сономеряв такава дезинформация, че ты вярват на това То есть, когда ночь, Солнце, она немножко похолоднее становится Че, когда ты ночь, Солнце-то и малко по студену Поэтому мне удивительно о том, что очень много людей на этой земле живут в полной дезинформации И затова не е странно, че толкова много хора живет в дезинформация на този след И, к сожалению, дезинформация присутствует даже в христианских церквях Дори в христианските церкви присутствует дезинформация Я сам своими ушами слышал Я сам чувал Как в одной церкви говорили Как в една церква казват Не произносите имя дьявола Не казват имято на дьявола Потому что это очень опасно Защото това е много опасно Он обладает колоссальной власть То есть, если ты что-то скоро скажешь про него плохое Ако нечто кажешь лошо за него Уже завтра он с тобой расправится И той утре ще дойде при тебе Его власть колоссальна И че има голяма, огромна власть И при этом человек верит в Иисус Христа Ну, вы знаете, вот это не соответствует Евангелию Почему Библия направляет нас на то, чтобы воевать на уровне разума Я открою послание к римлянам 8 глава 6 стих И здесь апостол Павел пишет Помышление плотские суть смерть А помышление духовное Жизнь и мир Потому что плотские помышления Суть вражда против Бога Ибо закону Божию не покоряется Да и не могут Посему живущий по плоти Богу угодить Те, които са плотские Не могут да угодят на Бога Но вы не по плоти живете А по духу Если только дух Божий живет в вас Если же кто духа Христова не имеет То ты не его Вие обаче не сте плотские, а духовни Ако живее в вас Божия дух Но ако някой няма Христовия дух Той не е негов А если Христос в вас То тело е мертво для греха Но дух жив для праведности Обаче ако Христос е в вас То при все Че тялото е мертво поради греха Духът е жив поради правдата И я хочу открити Съвременний перевод И ще утворя Съвременний перевод Этого же места На това места Сейчас найду Оксана, ты можешь найти у себя В сообщениях Я тебя отправил Не могу найти Почему-то не открывает А прочитай Мысли исходящие От греховной природы Римлянам 8-6 Послание к Римлянам 8 глава 6 стих Что там в современный перевод Песня Нет, это не Современный перевод говорит Мысли исходящие От греховной природы Ведут к смерти А мысли исходящие От духа К жизни и миру Послание к Римлянам 8 глава 6 стих Мысли исходящие из нашей греховной природы Ведут к смерти В притче написано, что жизнь и смерть во власти языка Дьявол прекрасно это знает Дьявол знает Дьявол знает о том, что если наши мысли будут выходить из нашей греховной природы То автоматически он нас подведет к смерти И погубит наши души Но если только мы осмелимся думать о том, что в духе То тогда мы наследуем вечную жизнь Еще в книге Откровения написано О том, что Давайте мы просто прочтем Книга Откровения Апоколепсис 12 глава Откровение 12 глава С 10 стиха От 10 стих И я услышал громкий голос, говорящий на небе И ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его Потому что низвержен клеветник братьев наших Клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь И в прошлый раз я тоже немножко касался этого стиха И говорил о том, что вот на небесах, или более точно в поднебесии Потому что в поднебесии именно царство дьявола И там вот эта клевета, она льется на наши головы день и ночь И клевета-то за нас там прибывала и день и ночь Клевета, ложь, дезинформация Лжа, дезинформация О том, что он царь Затвачивает дьявол этот царь Он Бог этого века Читой Бог на то же век На самом деле у него все схвачено И читой всичку под контролу при него На самом деле он победил Читой победил Он обладает колоссальной властью Чьи ему огромной власть Чьи думали о том, что мы рабы греха И чьи домислим, чьи не смею рабы на греха Чьи с грехом справиться просто невозможно Чьи с грехом невозможно даст справим Чьи остаются только грешить до конца жизни Чьи уставы не саму догрешим до крайней живота Чьи все согрешили лишены славой Божией Чьи всички согрешницы с лишением от слова на Бога И нет никакой надежды И нет никакой надежды Мы в это верим? Веруем ли в Тва? Мы понимаем о том, что дьявол атакует наш разум Его задача сбить нас и заставить верить в его ложь. Вы знаете, вот если наши мысли, сейчас я говорю как врач-психотерапевт, психоаналитик, по психоанализу я знаю, то есть есть мыслительный поток. Если вот этот мыслительный поток пустить на самотек, то наши человеческие размышления каким-то образом автоматически сливаются вниз. То есть мы в большей степени, как-то вот в большей степени нам свойственно людям мыслить о негативном. Я, например, служил в армии. Я помню, как у нас была рота. Помню, как в казарме, служил в казарме. Да, и я помню, что, ну вот у нас уже как бы, ну там я полтора года уже служил, уже старослужащий. И мы там имели какое-то такое вот армейское общение. И мы обучивались в казарме. Ну по вечерам собирались и что-то говорили друг с другом. А люди были из разных, ну то есть стран. Это Россия, Казахстан, Прибалтика, Азербайджан. Ну то есть такая довольно разношерстная. Хорото бяхаут различные держави. Казахстан, Русия, Азербайджан. Кавказ. Кавказ. И очень легко могли зацепиться, ну за слова. И очень редко, когда мы говорили о каких-то хороших, позитивных вещах. Как раз все скатывалось к тому, что мы начинали друг друга с друг с другом ругаться. Друг друга унижать, оскорблять. И иногда все доходило до драки. И вот я помню, что приехал один паренек из России. Он был вновь обращен, ой, как вновь обращен? На Бабранец. Ну, может быть он был вновь обращен, да. Я предполагаю, что это был верующий человек. Потому что его глаза отличались от наших глаз. В наших глазах у всех наших солдат была темнота. То есть мы думали только о чем-то негативном. А его глаза светились каким-то особенным светом. И он так сидел, сидел, слушал нас. И вот он задал нам такой вопрос, несколько вопросов. Он говорит, ребята, а почему так получается? Что вот я сколько вас слушаю? Вы все говорите о чем-то плохом. И все время у вас почему-то выскатывается в какой-то негатив. Почему нужно все опошлить? И вот этот вопрос лично меня тогда вот, он тогда очень сильно коснулся. Потому что реально это было. Было какое-то опошление. Что нужно было смешать все, с грязью. Потом шли какие-то пошлые анекдоты. И вот именно вот это считалось в солдатской среде нормальным. И вот тогда я первый раз задумался. Почему мои мысли всегда скатываются куда-то вниз? Почему для меня неестественно думать о чем-то хорошем? Я понимал о том, что от меня много чего не зависит. Почему-то так получается. Как говорил Черномырдин, да? Ну, хочется сделать как лучше. А получается как всегда. Вот как всегда у Черномырдина это плохо. Хочется думать о хорошем. А думается почему-то о плохом. И вот такая интересная статистика. И я сегодня дам такой выход. Он тут же написан. Все, что пишешь в Библии, это. В книге Откровения. Та же самая 12 глава. Не 10, а 11, следующий стих. 11 стих. Они победили Его. То есть мы верующие победили Его дьявола. А те го победиха? Кровью Агнца. И словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. А те го победиха через кровь на Агнца. И через слову на своё свидетельство ване. За что-то не убичиха животеси до докус. Что-то добягат от смерти. Чем мы победили? С какого победихме? Мы победили первое. Кровью Агнца. Через кровь на Агнца. И второе. Словом свидетельства своего. И второе. Через слову на своё свидетельство своего. Вы знаете, на самом деле это не так просто. Как кажется. О чём мы должны свидетельствовать? Я хочу открыть последнее место сегодня. Послание к филиппийцам. Четвёртая глава. Филиппиане. Четвёртая глава. Шестого стиха. От шести стиха. И здесь апостол Павел пишет. Не заботись ни о чём. Но всегда в молитве и прошение с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Не се беспокоите за нищо, но в всяко нещо с молитва и молба изказывайте прошението си на Бога с благодарением. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И Божият мир, который никой ум не может да схваниште пази в сердца ви и мислите ви в Христе Иисуса. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте. Най-после, братья, всичко, что истина, что и честно, что и праведно, что и любезно, что и благодатно. Ако има нечто добродетелно и ако има нечто похвално, това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, не го вршете и Бог на мира ще бъде с вас. Можем следать на это амин? И смотрите, на самом деле здесь раскрывается одна тайна. Тука се раскрыва една тайна. Тайна о том, как мне иметь хорошие мысли. Истинные мысли. Чистые мысли. Святые мысли. Добродетельные мысли. Вы хотели бы мыслить только о том, что светло? Только о том, что прекрасно. И вы знаете, это мой опыт. Я когда-то это открыл. И сегодня я так могу людей тоже проводить. И така мога да показвам пыта на хората. Неверующие люди приходят ко мне как к доктору. Неверующие хора идват ко мне как к лекару. И я предлагаю на определенном этапе, говорю им, а давайте попробуем. И на определен этапе им казвам, нека да опитаме. Вот у вас суицидальные мысли. От многих людей мучают суицидальные мысли. Някои хора се измучват от мислите за самоубийство. Или что такое обсессивно-компульсивное расстройство? Или обсессивно-компульсивное расстройство. Обсессивно-компульсивное расстройство. Обсессия означава нечто обсебыващее. Очень навязчивые мысли. Что это значит? Какво означава това? То есть кто-то тебе навязывает мысли. Че някой те кара да мислиш за това. Кто-то очень нехороший. Кто хочет, чтобы ты думал только о чем-то очень плохом. Някой, който иска да мислиш само за нечто лошо. Да убиешь себе си. Ты не достоин жить. Не си достоин да живеешь. Ты сделал такое, что даже Бог тебе не сможет простить. Иди и просто умри. Такие навязчивые мысли. Компульсии. Что такое? Когда человек вдруг импульсивно. Просто можно схватить нож и начать резать себя. Може да вземе нож и да започне да реже себе си. Своите вени. Или пытаться повеситься. Или се опитва да се подвеси. Или пытаться сброситься с какого-то высокого этажа. Или да се опитва да се хвырли някъде от високо. Я предлагаю. Хотите избавиться от этих мыслей? Искате ли да се отрвете от тези мысли? И люди обычно говорят да хотим. Хората казват, че искат. Я открываю Библию. Отварям Библията. И говорю о том, что вы знаете, сейчас мы займемся Библиотерапией. И им казвам, че сега ще правим Библиотерапия. И има такое направление. Потому что Слово Божие оно лечит. Давайте прочитаем. Вот написано, открывайте свои желания пред Богом. Написано. Человек читает и говорит, да, вот это написано. Человек читает и говорит, да, така пише. Это Евангелие. Твоя Евангелие. Да, это Евангелие. Да, Твоя Евангелие. Да, каноническое Слово Божие. Слово Туна Богом. Да, и в моей Библии так написано. И то, оказывается, в моей Библии пишет така. Только я это первый раз почему-то прочитал, увидел. Но я с губеждом саму заплываю подсега. Написано, что открывайте свои желания пред Богом. Пиши и сказывайте прошение пред Бога. Что нужно сделать? Как вот правдость направи. Открыть свое желание. Да, искажешь свое желание. Вот скажите прямо сейчас. Скажите сега. Первое, призовите имя Господне. Призовите имя Туна Бог. Потому что написано. Всякий, призвавший имя Господне, спасется. Аминь или не аминь? Аминь. Начинает призывать имя Господне. А сейчас откройте перед Ним свое желание. И человек начинает открывать свои желания. Господи, я не знаю, что со мной происходит. Господи, не знаю, какого случилось с мен. Я не знаю, с чего у меня все это началось. Не знаю, от какого започнило все это. Мне просто плохо. Просто мне лошу. Избавь, Господи, меня от вот этих мыслей. Избави меня от тези мыслей. Которые меня просто измучили. Открывая другое место. Оттворим другое место. О том, что мы имеем власть пленять. Зато, что имам власть, да пленяваме. Помните ли это место? Мы пленяем всякое помышление в послушании Господу Иисус Христос. Что мы делаем сейчас? Давайте мы эти помышления прямо сейчас просто отдадим в плен. Потому что Иисус Христос, Он победитель. За что-то Иисус Христос и победитель. Он уже победил дьявола. Он пришел к вашей жизни как спаситель. Только Он обладает такую власть. И мы молимся и отдаем в плен эти мысли. И я говорю о том, что в дальнейшем, если вы почувствуете на себе такое давление или навязчивую мысль, Слово Божие от Якова говорит. Смиритесь под крепкую руку Божию. Смиритесь под твердая река на Бога. Противостаньте дьяволу. Противоставитесь на дьявола. И что дьявол вынужден будет сделать? И дьявол бежит. Той, что избегает. Так написано. Така пише. Да, так написано. Когда почувствуете на себе давление, мысли, которые вам кто-то навязывает, встаньте. Призовите имя Господне. И скажите, Сатана, убирайся вон из моей жизни. Мне не нужны больше твои навязчивые мысли. Я принимаю решение во Христе Иисусе мыслить только о том, что есть истина, что достославно, что чисто, что свято. И вы знаете, это мой опыт. Я так очистил свои мозги. Мои мозги сегодня чистые. И моя мозга чистая. Я из тех людей, которые научились, что если мысли плохие приходят, они всегда приходят от дьявола. Но мы верующие имеем власть. Скажи, я имею власть. И когда мы открываем свое желание пред Богом, Слово Божие говорит. Мир Божий. Божий от мир. Который превыше всякого ума. Който е над всичките умове. Он устраивает все помышления мои. Той устраява всичките ми размисли. В ком? В кого? Во Христе Иисусе. В Христос. Аллилуйя. Есть сегодня радость какая-то? Имате ли радость днеска? Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Я уже заканчиваю. Вече свершвам. Я буду плавно переводить вас к трапези Господней. Оля Жданович попросила ее пригласить вместе с детками. Более того, даже написано в первом послании к Коринфянам 2.16. В протопослании к Коринфянам 2.16 стих. Очень короткий и ясный факт. Пище краткий и ясный факт. О котором апостол Павел заявляет. Какой-то указал апостол Павел. Что там написано? Какого пишет там? Мы имеем ум Христов. Не имеем ум на Христа. Мы имеем ум Христов. Имем Христов ум. Скажи, я имею ум Христов. Я имею Христов. Может ли Христос думать о чем-то плохом? Может ли Христос думать о чем-то негативном? Может ли Христос думать о своем поражении? Може ли да мисли за своите неудачи? Конечно же нет. Разбира се, че не може. Иисус Христос все совершил, написано. И пишет, че Иисус Христос всичко е свършил. Последното слово, което е казал на Голговския кръст, свършилось. То есть Иисус Христос со своя стороны все сделал. Иисус Христос и направил всичко от Своя страна. За да има победа. Слава Богу. И вы знаете, сегодня нам надо сделать одну такую простую практику. Перед тем, как прийти к причастию. Давайте мы станем вместе. Да станем заедно. И нам нужно одержать победу сегодня. Каждому из нас. Всеки один из нас трябва да получи победа. Одержать личную победу на дьяволу. Личная победа на дьяволу. И засвидетельствовать. И до свидетельства. Что такое свидетельство? Какое свидетельство? Это говорит о том, что ты так получилось, что стал свидетелем. У вас означало, что ты станешь свидетелем. Свидетелем чего? Свидетелем на какого? Ты стал свидетелем великой победы Иисуса Христа. Свидетелем на великую победу на Христос. Над грехом. Верху греха. Над проклятием. Проклятием. Над болезнью. Верху болезни. Над смертью. над адом Иисус Христос одержал полную победу. И мы сегодня заявим духовному миру. Давайте мы повторим. Я во Христе Иисусе Я победитель. И Христос одержал полную победу над дьяволом. Иисус Христос одержал победу над грехом. Иисус Христос победил грехом. Поэтому я свят в Его праведности. Иисус одержал победу над проклятием. Поэтому я благословен во Христе Иисусе. Иисус Христос одержал победу над болезнью. Ранами Его мы исцелились. Поэтому сегодня я здоров и исцелен во Христе Иисусе. Его тело сегодня прославлено. Тело Иисус Христа сегодня не знает поражения. Тялото на Иисус Христос не знает поражения. Иисус Христос победил смерть. Поэтому смерть мне не страшна. Затова не се страхувам от смерти. Ад где твое жало? Ад где твоето жало? Иисус Христос одержал полную победу над адом. И держи ключи ада и смерти в своей руке. И отдал эти ключи Церкви Божьей. И Той дадил эти ключи на церкви. И эти ключи в моей руке. Я имею власть над смертью. И я имею власть над адом. Мы молились молитвой согласия. Во имя нашего Господа. И Иисуса Христа. Если согласен, скажи аминь. Слава Иисуса. Давайте мы раздадим. Слава Иисусу. Всю славу Ему. И мы сегодня план.